Собственно, вблизались в эту историю, естественно, из-за доброты. Думали, осиротевший ребенок, страдающая мать, а дочка у вас чудесная. Я понятия не имею, как вы могли нам ее отдать. Повесить вас за это мало. Тогда, в предреволюционном Петербурге, в начале прошлого столетия, Аркадий Аверченко писал про себя. Век спустя история знаменитого сатирика не менее актуальная. На сцене драмтеатра, лирическая комедия, подходцев и двое других. В постановке заслуженного актера России Анатолия Фирстова. Он рассказывает, с мыслью поставить этот спектакль, жил 25 лет. Я купил ее в киоске «Союз Печати» на остановке площадь Минина. Увидел и купил. Вот она до сих пор у меня уже потрепанная вся. Я прочитал эту повесть и влюбился в нее. Тут же сделал на сценировку. Когда я это сделал, я даже не понимаю. Только родился младший сын. Работы было в театре, спектакли больше, чем дней в месяце. А вот как-то получилось. А потом умер Аксентий, потом уехал Фоков, а потом я состарился. Потом к нам пришел молодой артист Сацков, и у меня опять все срослось. Сацков, Зерин, милости прошу, и Аметов. На реплику. Да. И я достал ее из загашника, переработал, сократил, и опять что-то как-то поперло. Подходцев, Громов и Квинков – трое очаровательных парней. Умные, порядочные, добрые, влюбчивые и изобретательные. В этой постановке актеры рассуждают о мужской дружбе, любви, да и в целом о жизни. Мы когда читали сценарий, все очень смеялись, потому что пьеса действительно такая смешная. И мне этот персонаж, в общем, очень близок, потому что у нас вот наша компания, наша 26-я гримерка, она как раз напоминает всю эту историю, всю эту ситуацию. Поэтому, в общем, достаточно легко это была роль не на сопротивление. В постановке занято практически все молодые артисты театра. Песни к спектаклю на стихи Саши Черного и Ивана Бумина написал композитор, руководитель музыкальной части Михаил Хейпин. Главные герои – модники и франты, так что к созданию их костюмов и подход особый на зависть остальным актерам. Ой, а меня тут, да, меня в театре расстрелять собираются. Мне всем как-то подбирали. Проще всем было подобрать, ну, рукава ровно, все, тут застегивается. А мне шили специально. Три пиджака. В общем, три полных костюма шили. И когда я захожу в пошивочный цех, говорю, извините, готово? Не готово. Иди отсюда. Работать нравится, потому что Анатолий Петрович здесь работает тоже знакомый. То есть ближе, чем приезжий режиссер и все. И он очень мягко подходит к работе. Он тогда сказал, что если режиссер на актера кричит, орет, Актер, большинство актеров, какие-то люди разные бывают, теряется просто. И сложнее вытащить из него. А кому-то наоборот, на кого-то надо орать. И он не кричит. Это святая, святая. Что вы говорите, и надолго? Определенно вам сказать не могу. Наверное, и на пять. И так далее, и в таком жутухе. Но это вытерпеть невозможно. Кстати, спектакль «Подходцев» и двое других – это абсолютная премьера. На Нижегородской сцене Аверченко не ставили. Спектакль завораживает своей простотой и искрометным авторским юмором. А посмотреть на истории трех друзей и попытаться ответить на вопрос, существует ли настоящая мужская дружба, можно уже 22 июня. Анастасия Рябова, Алексей Калекин. Объективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова